Житель посёлка Рубёжный Ольга Тюник коронавирусом переболела в начале пандемии. Ковидом заразился и муж. Ему пришлось лечиться в больнице. После выздоровления, как только появилась возможность, оба привились. Через полгода прошли ревакцинацию. Сейчас снова пришли на процедуру. Побочных эффектов не было. Всё нормально прошло. Нужно, потому что ждём ещё одну волну. А так как я считаю, что взрослые должны эту заразу остановить ради наших внуков, внучку год не видели, когда болели. Поэтому стараемся всё на себя взять. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалась. Но вирус не исчез, поэтому вопрос профилактики по-прежнему важен. Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесённого заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риски тяжёлого течения COVID-19. Коронавирус отступает, конечно же, но тем не менее, очаги ещё есть, то есть заболеть можно. Антитела, к сожалению, у нас падают, они опускаются ниже нужных нам уровней, поэтому поддерживать титр необходимо повторной вакцинацией. В Самарской области все желающие могут сделать прививку от коронавируса, а также пройти повторную вакцинацию. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации, в том числе и мобильных, которые расположены в торговых центрах, во врачебных амбулаториях, сельских, фельдшерско-акушерских пунктах. В том числе и мобильных. В регионе есть возможность привиться подросткам 12 и 17 лет. Привито уже более двух с половиной тысяч несовершеннолетних. Чтобы пройти вакцинацию, жителям посёлка Рубёжный в город ехать не надо. К их услугам новая врачебная амбулатория. Офис открыли в декабре 2021 года. В здании размещается и детское, и взрослое отделение. Они изолированы друг от друга, оснащены фильтр-боксами и прививочным кабинетом. Виктория Шаре, События.